Ну что, дорогие друзья, еще большая часть половины земля не использовала биткоин, практически не соприкасалась с криптовалютами. И если она слышала, что такое криптовалюта, вот эта часть населения земли, то она практически отвергает эти криптовалюты. Биткоин считает, что это пирамида. Всем привет! Сегодня мы разберемся, что же у нас представляет собой биткоин, где он сейчас находится. На графике вы видите, как развивались телефоны, видеоигры, MP3-плеер, ПК, потому что все это тоже было неким принятием. И мы видим, что принятие, собственно, конечно, заняло часть времени. С 1900 года мы увидели, насколько долго были те или иные принятия. Например, значит, воздушные перелеты, они практически были с 1940 года и сейчас уже достигли своего пика. То есть сейчас это более чем актуально. И тот же интернет, все это, конечно же, в принципе, получило adoption не сразу, а именно принятие. Что касается самого рынка криптовалют, то за последнее время здесь, на рынке криптовалют, ничего интересного, к сожалению, нету. Видим, что на рынке происходит, возможно, некое накопление. Если мы будем брать с вами треугольник и выход из этого треугольника, то я считаю, что ставка все-таки идет до 26 июля, что уже мы там с вами разберемся, куда пойдет рынок криптовалют. Потому что здесь важно подождать, не торопиться, заходить в какие-либо позиции, открывать позиции, в шорт вставать и так далее и тому подобное. Потому что здесь еще судьба биткоина в среднесрочной перспективе и всего рынка криптовалют не решена. Поэтому те или иные действия, которые вы будете совершать, они будут практически не иметь какого-либо логического объяснения. Если мы говорим про XRP, то, соответственно, XRP Ledger Foundation открывает офис в Эстонии. Кроме того, Ripple внесет ясность в криптоиндустрию. Как он это сделает, мы с вами чуть позже к этому вернемся. Ну и SCB получил одобрение банка Таиланда на операции с RippleNet. Конечно, как бы новость позитивная, но пока что Ripple пляшет от биткоина. Кстати, если мы говорим про adoption, где же находится Ripple XRP, потому как биткоин только начинает свое принятие, только начинает свой путь, то XRP также начинает свой путь. Он ничуть не больше, не меньше популярен. О чем это говорит и как я это узнал? Я это узнал по биткоин-трендам. Если по биткоин-трендам мы видим с вами, что сейчас 29 из 100, то есть все-таки хайп был в мае, когда много, множество людей заинтересовалось биткоином, и тогда их всех побрили, то сейчас практически мы видим, что опять упадок, и нам есть еще куда, в принципе, упасть. Это на 10 из 100. Пока что мы находимся на 29 из 100 по метрике трендов. Если мы говорим про XRP, то XRP находится на 7 из 100. Если мы говорим про Ripple как компанию, то это находится 10 из 100. Да, действительно, сейчас XRP и Ripple, они, так скажем, где-то на 2 раза меньше в трендах, на слуху, чем биткоин. Поэтому сейчас мы видим, что все-таки поисковые запросы идут в пользу биткоина. Но, тем не менее, по этой метрике мы можем сказать, что значит XRP еще даже находится чуть ниже, чуть меньше, чем биткоин здесь, потому что это только старт биткоина. Если мы говорим про интересные метрики, то если мы будем говорить с вами про 4 года биткоина, вот как он каждые 4 года себя ведет, дело в том, что нам нужно, в принципе, с вами обратить внимание на следующее, то, что биткоин у нас каждые 4 года делает хаулинг, то есть у него происходит уполовинивание награды за блок. Да, и судя по всему, в 2022 году мы еще, то есть упадем, а затем до 2024 года можем вырасти в несколько десятков раз. То есть я думаю, что это там 200 тысяч долларов за биткоин. Если мы говорим про другие метрики и ликвидации, то нужно отметить, что за последнее время было ликвидировано огромное количество трейдеров. Именно 45 тысяч трейдеров почти получили ликвидации. И на бирже Bybit, значит, в биткоине было ликвидировано 2 миллиона долларов. Одного из трейдеров это самая крупнейшая ликвидация. Кто-то потерял 2 миллиона. Что касается, значит, бирж, как они пополняют свои биткоины, Мы видим, что за последние 24 часа биржа Coinbase пополнила самое большое количество биткоинов. Именно она, то есть, как мы видим, перевела на свой счет, купила и так далее 24 065 биткоинов. За последние сутки также биржа Bitfenix тоже пополнилась. И здесь был перевод на 3 тысячи биткоинов. Кроме того, если мы будем смотреть за последние 7 дней, То, в принципе, здесь опять-таки перевод был на Coinbase Pro. И биржа перевела 27 тысяч биткоинов. За 30 дней мы видим, что такие биржи, как Kraken, Bitfenix и также Coinbase Pro Значительно покупали биткоины, значительно переводили их на свои кошельки. Ну и биржа Bitstamp тоже за 30 дней она пополнила свой баланс на тысячи биткоинов. Это говорит о том, что биржи, в принципе, покупают биткоины. Они готовы и крупные игроки это делать, когда биткоин снижается. И когда на рынке царит паника и страх. Именно сейчас страх на рынке составляет 19 ста. Это чрезвычайный страх. Нет никакой эйфории, нет никаких ожиданий роста и так далее. Все ждут какого-то падения. Потому что довольно-таки долго биткоин находится в боковике. И здесь уже пружина на пределе. То есть, в принципе, еще осталось ждать неделя-две. И мы увидим с вами, конечно же, развязку. Если мы говорим про интересные другие события, то определенно понятно, что здесь в отношении биржи Binance в последнее время многие страны высказались не в лучшую сторону. Некоторые дали ей предупреждение. Но, несмотря на это, в Аргентине висит реклама о том, чтобы торговали вы на Binance бирже. Кстати, Илон Маск последний раз упомянул довольно-таки интересное событие. То, что все ваши базовые пункты принадлежат нам. То есть, речь идет о фиатных деньгах. И это заявление от эмитентов фиатных денег. От ФРС, от тех, кто печатает эти фиатные деньги. И практически, если вы храните эти фиатные деньги, то вы ими не владеете. Ну, по сути, я думаю, что Илон Маск имел в виду то, что фиатные деньги так или иначе пожирает инфляция. Как бы у вас их много не было. Например, с 1 миллиарда через года 2-3 останется 800 миллионов долларов. Ну, где-то примерно так. То есть, то, что вы сможете купить сейчас, да, и то, что вы сможете купить потом, через 3 года, это 2 больших разницы, да, и так далее. То есть, покупная способность также здесь играет роль. Если мы говорим про, значит, Ripple, да, то практически здесь позитивная новость в том, что XRP Ledger Foundation открывает офис в Эстонии, да. И теперь это названо основными причинами выбора этой страны, а именно то, что здесь Эстония является инновационным и передовым местом, когда речь идет о правилах с ее цифровой документацией, электронными гражданствами и другими подобными вещами. Но нужно отметить, что XRP Ledger Foundation была представлена в сентябре прошлого года как независимая организация, которая намеревалась стимулировать внедрение и развитие XRP Ledger. Организация получила гранты от Ripple в размере 6,5 миллионов долларов. Ну, что касается Ripple, то Ripple внесет ясность в криптоиндустрию. Это заявление главы ПАК-протокол, да, и нужно отметить, что это бывший кандидат в Конгресс США, и он считает, что Ripple наиболее подготовлена к работе с банками. Наблюдение Давида Гогштейта основано на позиции клиентской сети Ripple, которая состоит в основном из центральных и коммерческих банков. Также SCB получил одобрение Банка Таиланда на операциях RippleNet, да, и таким образом нужно отметить, что приложение для денежных переводов позволяет пользователям переводить средства между 12 странами, да. И здесь принимается SCB в качестве способов оплаты доллара США, евро и британский фунт. Поэтому это тоже довольно-таки круто. Понятное дело, что данные новости никак не влияют на токен XRP сейчас в какой-то краткосрочной перспективе, но в долгосроке это все, конечно же, только плюс компании Ripple и ее токену XRP. Если мы будем говорить про богатые кошельки, например, когда мы в прошлый раз заглядывали сюда, то здесь было 3 миллиона 100 тысяч кошельков, то сейчас эта цифра подбирается к 3 миллионам 200 тысяч. Ну, а с вами был Криптовки, всем удачи, всем пока и до новых встреч!